В этом году конференция «Базовые масла и смазочные материалы СНГ» пройдет впервые в гибридном режиме. В этом видео инструкция о том, как использовать виртуальную платформу мероприятия. 14 мая вы получите по электронной почте индивидуальный код. Это все, что вам понадобится для доступа к платформе. Код нужно будет ввести в этом поле. Или, если у вас нет кода, нажать на кнопочку «У меня нет кода». Наша служба технической поддержки вам поможет. При первом входе вам необходимо будет заполнить данную форму, где вы указываете информацию о своей компании. Эти данные будут использоваться в дальнейшем для нетворкинга на платформе. Обязательно поставить галочку «Здесь». Вы соглашаетесь с условиями использования платформы. На втором шаге указываете, что вы ищете из предложенных вам категорий компаний. Что интересно вам и что вы предлагаете для данной отрасли. В разделе «Настройки» вы указываете язык, на котором вы предпочитаете пользоваться платформами, и режим уведомлений. Вы можете их получать сразу. Это рекомендованный режим. И уведомления о комментариях также сразу. Либо никогда, либо периодически. Нажимаем на кнопочку «Начать», и вы на платформе конференции. Это вид виртуальной платформы до начала работы конференции 19 мая в Москве. Доступ будет предоставлен вам заранее, чтобы вы могли спланировать свое участие. Рекомендуем начать с раздела «Эйфайкью». Здесь основные рекомендации по использованию виртуальной платформы. Расписание содержит все сессии, доклады и докладчиков. Вы можете добавить конкретную сессию в свое личное расписание, и в этом случае будете получать уведомления о начале трансляции. Мы рекомендуем следить за этой основной лентой, в которой наверху будет закоплено сообщение от организаторов. А также вы можете использовать ее для того, чтобы пообщаться со всеми участниками. Все сообщения здесь видны всем, кто заходит на главную страницу. Данная панель – это панель для делового общения. Раздел ваших личных сообщений. Функционал назначения встреч, где вы можете назначить встречу, запланировать. Ваш личный рейтинг. На основании рейтинга будут изучены призы самым активным участникам по окончанию второго дня работы. И зона уведомлений. На ней будет появляться значок о том, что пришло какое-то сообщение о сообщении ваших личных сообщений, какое-то сообщение от организаторов или какие-то обновления. И всегда доступен раздел технической поддержки, куда вы можете обратиться в случае, если есть какие-то сложности. О трансляции. Конференция расчет работу по расписанию 19 мая. Если вы зайдете на виртуальную платформу во время работы конференции, то вы увидите в разделе «Идет сейчас» сессию, которая в данный момент происходит. Здесь значок «Live». Если вы кликаете на нее, то переходите на конкретную сессию. В данном случае это запись нашей предыдущей конференции. Во время конференции все будет происходить вживую. На экране трансляции с этой стороны будет возможность выбора языка. В разделе «FAQ» вы сможете увидеть иконку, иллюстрацию того, как это будет выглядеть. А вот здесь внизу раздел «Настройки», где можно улучшить качество видео, выбрав режимы Full HD. Лента сообщений общая как для офлайн-участников, так и для виртуальных. Вы сможете общаться со всеми участниками, которые находятся в зале конференции, они используют приложение, и задать вопросы докладчикам. Чтобы вопрос появился на экране в зале конференции, вам достаточно добавить знак «Вопросы». В этом случае ваше сообщение будет отображаться в разделе «Вопросов», и докладчики смогут на него ответить. Вы можете продолжить пользоваться платформой, при этом слушая, что происходит в зале. Например, вы можете зайти в раздел «Участники». Как вы видите, в этом случае наверху сохраняется ваша трансляция, и вам достаточно кликнуть один раз, чтобы вернуться на окно трансляции. Мы постарались собрать максимальные возможности для делового общения на виртуальной платформе, а также сделать их очень простыми и понятными. Итак, помимо того, что у вас есть возможность общения в основном чате, где сообщение будет видеть все участники, которые находятся на платформе, вы можете здесь написать о том, что вас интересует, приветствовать других участников. Вы можете общаться с виртуальными и оффлайн-участниками через чаты сессий, а также адресовать вопросы к докладчикам, их все увидят. Кроме этого, у вас есть возможность личного общения. В разделе «Участники» вы можете видеть всех участников с указанием их статуса, физическое или виртуальное. Для этого достаточно отсортировать их, нажав на эту кнопочку. Вы можете видеть тех участников, которые в данный момент на виртуальной платформе. Вот здесь. Вы можете выбрать компании по названию, по профилю, по стране, а также по быстрым тагам, которые доступны вот здесь. Если вы переключите вот этот переключатель рекомендованный, то в разделе «Участники» отобразятся те компании, которые рекомендованы лично вам на основании информации, указаны при регистрации на платформу. Если вы уже определились, с кем хотите участвовать, рядом с участником есть две быстрые кнопки «Создать встречу» и «Написать». Давайте начнем с личного сообщения. Вы пишете какое-то личное сообщение. Или вы можете обменяться визитными карточками, отправить свои контакты. Контакты, которые в вашей визитной карточке, вы можете отредактировать в своем профиле. Вот здесь можно отредактировать свои данные, которые будут использоваться для обмена визитными карточками. Все ваши личные сообщения сохраняются в разделе личных сообщений, доступной проклики на эту иконку, и вы можете их скачать в любое удобное для вас время в формате PDF со всеми контактами, которыми вы успели обменяться и получить от других участников. Помимо чата, вы можете создать, назначить время для видеосвязи, которое будет происходить прямо здесь на конференции. Соответственно, для того, чтобы назначить встречу, вы указываете какую-то ее тему, выбираете удобное для вас время и выбираете участников. Их может быть более чем один. Для этого достаточно выбрать их и поставить галочку. Нажимая кнопочку «Создать встречу», участнику будет отправлено уведомление, приглашение на встречу по e-mail, а также в разделе «Уведомления» здесь. Все ваши встречи, приглашения и полученные отображаются в разделе «Встречи». В случае, если встреча подтверждена, вам приходят также уведомления, по которым вы переходите и оказываетесь в окне видеозвонка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok